Она тоже получила известность благодаря соцсетям. В минувшее воскресенье на проспекте коммунаров горожане заметили собаку, привязанную поводком к трубе. На ее голове была намотана тряпка. Судя по всему, от животного решили избавиться. Для этого закрыли псине глаза, чтобы она не видела, куда ведут. Спасти зверя вызвались волонтеры приюта Бусинка. По словам зоозащитников, собака была очень напугана. Первые пару дней, на первый и на второй день, она просто при виде нас писалась. Как только мы пытались с ней как-то пообщаться, даже просто протянуть руку в ее сторону, она сразу присаживалась и писала. То есть ей было настолько страшно, что у нее это было, можно сказать, непроизвольно. Сейчас уже лучше, мы хотя бы можем к ней протянуть руку, она нас нюхает, то есть она хочет пойти с нами на контакт. Она стала нам больше доверять, она хотя бы уже не забивается в будку. А вот он не доверяет людям по-прежнему. Операция по спасению алтайского хатика, рассказали в приюте, длилась не один час. Он вел себя агрессивно. Лишь после второго укола собака уснула, ее удалось транспортировать в приют. Сейчас хатика привыкает к новой обстановке и готовится к визиту ветеринарного врача. Он виляет хвостом, он как бы очень радуется людям, но пока не заходит на его территорию. Как только человек пытается вторгнуться в его личное пространство, пес сразу реагирует агрессией. Мы ждем, мы надеемся, что рано или поздно он все равно придет в себя и хотя бы начнет поспускать, чтобы свозить его к ветеринару и сдать все анализы. Мы же напомним, что помочь животным приютам могут все желающие. Здесь будут рады и коробки сухого корма и лекарствам. Если вы захотите связаться с волонтерами Бусинки, обращайтесь к нам в редакцию. Елена Кузовкина, Мария Микшут, Алексей Фризин. День с толком. День с толком.